Однажды я приехала в Рыжково, и мне здесь очень понравилось, но меня отвезли сюда, и я была очень неприятно удивлена тем, что я увидела. Рыжково, как говорится, у них были сфалька, как у меня были сфалька, мы не были сфалька, но другие не были сфальки, мы не были сфальки, мы ходили на дорогу, даже на центральную пищевую пищевую пищевую, Димар надруглый, что делал сачку в ной рункаце. Салки хороши рункацы. Коровцы. В ной мы ходим. Первое, что меня вообще впечатлило, удивило, зацепило, это то, что вот пока мы здесь жили, до того, как я начал заниматься мусором, я заметил, что мусора из года в год становится, ну, реально намного... Реально больше и больше. Первое, что меня поразило, когда я, в принципе, переехал сюда в село, что здесь нет как такого места, куда мусор выбрасывать надо. То есть для всех это было нормой. Те, кто рунка, они нападеют. А сама, для здоровья, у людей не будет так хорошо работать. Потому что, когда мы рункаем натуру, и если мы рункаем натуру, то мы не сможем respirать. Мы не сможем жить. Мне, как городскому жителю, было непонятно, как с этим жить. То есть я просто свой мусор поэтому возил в город. А местные утилизировали как могли. То есть я, честно признаюсь, я только спустя сколько? 7-8 лет узнал, что у нас, оказывается, есть свалка вообще, главное, куда типа можно вывозить мусор. До этого мне казалось, что у нас только есть овраги, куда люди выбрасывают несанкционированные отходы. Мы не понимаем ничего. Мы не будем изучать. Мы должны пройти много лет пока мы будем жить в городе. Понимаете? Философия же какая у человека. Он подходит к мусорке, если видит, что пластиковая бочка полная, значит он бросит соседнюю рядом. И все, его не волнует, что оно полное. Мы должны добавить пластиковые, 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 пластиковые. Потому что пластиковый, пластиковые дешев�� взбернулись. Благодаря Европейскому союзу и ГИЗ-у, мы смогли написать проект и начать его реализацию. Мы готовы ликвидировать пятни санционированные в Селе Рыжково. Мы установим 15 наборов раздельного сбора, которые будут вывезены и утилизированы. Это является очень важной составляющей проекта Также четыре школы в соседних селах получат доступ к раздельному сбору отходов. Миклещ, Стескань, Пересечина и Рыжкова. 300 детей будут образованы и будут раздельно сортировать отходы, также продвигать эту концепцию в своих семьях. Если у вас есть после парария, будет очень аккуратно. Рыжкова есть касса нашей, но мы должны сочетать. Нужно сочетать. Кроме того, мы начали информировать сельских жителей о том, как правильно сортировать отходы, чтобы по окончанию проекта они не выкидывали отходы в обрах, а пользовались раздельным сбором, понимая его эффективность. Я вообще в принципе считаю, что человек и планета Земля, и природа – это неотделимые вещи. Поэтому для меня выбросить мусор на землю равносильно тому, чтобы выбросить мусор у себя в доме. Я не знаю, вот мой вывод. Конечно, важно утилизировать, перерабатывать. Но даже сейчас, даже в Европе, даже в цивилизованных странах, это в принципе даже в наше время не работает на 100%. Но хотя бы приблизиться к какому-то оптимальному уровню переработки мы обязаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!